Итак, дорогие друзья, момент истины настал. Можно сказать, что остался последний шаг к началу организации поединка десятилетия. Ливан Сагинашвили против Дениса Цыпленкова. А вот как ты сам считаешь, при должной подготовке смог бы ты победить Ливана Сагинашвили? Конечно. Конечно смог. Привет всем. Поэтому хочу сказать несколько слов о ситуации, о моем ситуации в спорте сейчас. Не забывайте, что лучшее оборудование для обрестлинга уже в наличии. Есть ручки под любой хват, маленькой, средней и большой руки. Приобретайте уже сейчас на сайте armfight.eu Уже давно на арене появился новый непобедимый персонаж Ливан Сагинашвили. К утверждению непобедимый, каждый из вас может отнестись скептически. И может оказаться правы. О чем мы? Или о ком? Спросите вы. Начиная с 2017 года, после перехода в профессиональный армрестлинг, Ливан Сагинашвили не проиграл ни одного раунда. Вы только представьте, ни по фолам, ни по каким другим правилам. Абсолютка золотого тура на обе руки. Ни одного поражения. Четыре вендетты. С Трубином 6-0. С Бреслоном 6-0. С Ангарбаевым 6-0. И с Виталием Лалитиным 6-0. 24 раунда и ни одного поражения. И вновь вы подготовили ящик помидоров и аргументов. Так и не было сильных рукоборцев. С кем бы он мог бороться? И вот, чтобы найти истину, отвечая на вопрос, действительно ли Сагинашвили непобедимый, Денис Цыпленков возвращается после сложной болезни и собирается набрать свою пиковую форму уже в декабре этого года. И только с одной твердой целью развенчать миф о непобедимости Ливана Сагинашвили. Может, Цыпленкову об этом прямо и не говорить, но мы-то прекрасно понимаем, что этот поединок для двух титанов не вопрос денег или славы. С авторитетом и узнаваемостью Дениса Цыпленкова и динамикой популярности, которую сейчас показывает Сагинашвили, все провокации на эту тему тают, как лед под солнцем. Единственное, что Денису надо для команды, старт, финальный вердикт врачей о состоянии места его операции, которую он делал годом ранее. То есть, если там все ровно-ровно, то они как бы скажут, ну, риск не братан. Естественно, на себя они ответственны, на себя брать не будут. То есть, все будет зависеть от меня, но мне хотелось бы услышать от них, что Денис, как бы, все хорошо, никаких проблем мы не видим. И как он сам заявляет, динамика по здоровью позитивная. Но все же он не исключает рисков, которые перед ним могут стоять. Вот, кстати, Денис простыми словами объясняет, что может произойти с его здоровьем в случае худшего сценария. Все равно, знаешь, это как, получается, в машине по трубам. То есть, ты не новый поставил, а тот, который был у тебя высох, там трещина образовалась. Просто заделал, да, там. И не факт, что он, скажем так, выше заделанного места прорвется, да. Вопрос о собственном весе становится ребром для Дениса. Какой у тебя вот сейчас на данный момент вес? 120, вот сегодня взвешивался, 124 килограмма. Ну, на пике соревновательный мой вес, то есть, у меня пик все-таки там, где-то 142, а на соревнованиях я весил 138-139. Вот так вот, да, соревновательный, вот именно соревновательный вес. Лишние килограммы пойдут только во вред его здоровью. И мы не могли не спросить у Дениса, а получится ли у него иметь ту же силу с актуальным на сегодня весом. То есть, при 125 килограммах ты бы мог показать хороший результат? Ну, не 125, я думаю, пятерочка все равно прилипнет. Как бы я там не хотел, когда я буду выходить на большие веса, то есть, оно просто само по себе прилипает. Просто я не буду злоупотреблять массой, потому что лишняя масса, там, лишняя жидкость, да, это давление. В любом случае, а мне его сейчас уже, ну, нужно контролировать. Кстати, это свежее видео. И заметьте, что Денис стал выглядеть еще внушительнее. Я вижу, что он очень в хорошем форме сейчас. Уже несколько месяцев тренируется потихоньку, и он набрал очень хорошую форму. И есть у него очень много времени, чтобы подготовиться. И принести в ноябре свою лучшую форму карьеры. Так что перестаньте записывать Цыпленкова в топ-8 до 95 килограммов. Уже не первый раз поднимая эту тему. Просто многие-многие смотрят, блин, на картинку и делают поспешные выводы, думая, что я вешу 100 килограммов. То есть, ну, вы, ребята, вообще что-то гоните. Я 30 килограммов сбрасывать, это для меня, наверное, на смерти подобно. То есть, вы по фотографии не судите о моей массе. Это самое важное, потому что очень многие почему-то делают ошибочное мнение, смотря на фотографии, понимаешь. Когда им говорят, что я вешу 124, они понимают всю проблему. Сгонки до 95. Профессиональная лига армрестлинга утверждает, что не нужно сомневаться в стопроцентной подготовке Цыпленкова к поединку. В противном случае Денис бы просто не вышел на поединок. Ливан считает аналогичным. Ну, вот, есть такой разговор, что Денис не будет таким, как он был раньше, что он не сможет набрать форму, что Денис уже не тот. Я не согласен, потому что Денис такой человек, если он согласится, бороться, он будет в лучшей форме. Я думаю, что такой мотивация, которая сейчас у него есть, такое у него может быть было, когда он боролся с Брзенком. Когда Брзенки его победили, он готовился на Брзенка и потом на слотом туре у него выиграл. Так что я думаю, что Денис будет в такой форме, как он вообще никогда не был. Он будет очень сильным и лучше в своем форме. Ливан в Сагинашвили очень сильный соперник, и никто не отрицает. Сейчас вы думаете, что фокус его подготовки направлен только на поединок с Цыпленковым. Ливану, как и самому Денису, очень сильно хочется этой встречи. Я знаю, что Денис очень хочет со мной побороться. Еще больше я хочу с ним побороться, чем он со мной. Но у Ливана не одна цель на этот декабрь. И об этом чуть попозже. Уже в июле-июне мы подпишем все соглашения, и дороги назад не будет. На данный момент Денис и Ливан настроены на 110%. Осталось последнее слово за врачами. Наверное, каждый из вас держит кулаки за здоровье Дениса, даже его соперник Ливан. Но очень хочется посмотреть этот поединок вне зависимости от результата. Надеюсь, что эта встреча состоится. Очень скоро Денис пройдет обследование. Я очень надеюсь, и конечно все надеются, что все будет в порядке у него, и начнет нормально готовиться уже на вендете. Не то, чтобы всем по барабану результат, а наоборот, как бы сказал капитан, очевидность. Если будет борьба, то будет и результат. Сколько тебе нужно времени, чтобы выйти на пик, если бы ты начал тренироваться с завтрашнего дня? Ну, блин, за полгода бы вышел легко. То есть это с тем, что я с нового года как бы начал тренироваться стабильно. Я вышел куда-то, да, то есть я какие-то вещи делаю, понимаете, что оно, я там 100 килограммов, ну, просто обычно, ну, просто по одному упражнению на 5 раз делал, и я, получается, у меня максимум, максимум я делал 130 килограммов. Вот сидел. Ты понимаешь, что там всего-то 20 процентов. То есть с полгода мне вот так вот хватило. В нашем деле этот поединок будет более чем принципиальным. После декабрьской вендетты Цыпленков-Сагинашвили может поменяться вся парадигма восприятия армрестлинга или же наоборот, все обретет былую стабильность и уверенность в том, что таких как Цыпленков не было, не существует, и вряд ли кто-то повторит его силовые результаты за столом. Нам самим интересно, как так быстро Цыпленков удалось вернуться в строй. Сто процентов борода ему добавляет немалый процент сил. Как тебе пришла идея тросить бороду? Почему ты решился на это? Ну, скажем так, это все лень. Это, короче, лень, плюс еще самоизоляция. То есть, как-то, блин, ты приуныл. На самом деле, просто в парикмахерскую хожу, у меня парикмахер постоянно говорит, «Попробуй, попробуй, попробуй, попробуй». Ну, я бы не попробовал. В итоге, в принципе, как-то все оценили, большинство. 90% говорят «нормалек». Ливан серьезно готовится к поединку. Если вы подумали, что он недооценивает Дениса, то это не так. Вы можете убедиться в этом сами, прямо сейчас. Я тоже не сплю. Я тоже буду готовиться. Я сейчас уже очень хорошая форма, лучшая форма, чем пил на финале ТОП-8. Так что... А вот как ты сам считаешь, при должной подготовке смог бы ты победить Ливана Саганашвили? Конечно. Конечно смог. Уверенности у Цыпленкова не отнимать. Это вновь доказывает, что Денис прекрасно понимает, в какой он находится форме и что может полноценно подготовиться к декабре. К осени Ливана ждет крайне большой объем работы. Надо подготовиться сразу к двум самым сильным парням мира. К Денису Цыпленкову и Дэйву Чафи. Ну я дома сейчас, в карантине у нас в Грузии. Очень жесткий карантин. И на этом этапе я отдыхаю, не тренируюсь, но я очень в хорошей форме, я готов. И готов был бороться с Чафи. Ну, так случилось из-за вируса, что в этом году уже не будет. Топ-8. А будет в декабре вендетте. На правую руку я буду бороться с Тейвом. А на левую буду бороться с Денисом Цыпленковым. Чтобы вы понимали, Дэйв входит в список людей, поединком с которыми Цыпленков подходит с большой осторожностью. Какова вероятность того, что Дэйв Чафи сможет победить Ливана Селинашвили? Большая вероятность. Ну, то есть, мы никогда их не видели. То есть, я уверен, что Чафи ничем не хуже Ливана по силовым показателям. То, что там Ливан больше, это ни о чем не говорит. Может быть, прям на немного, я уверен, что Ливан все-таки сильнее. Мне бы очень хотелось, чтобы Чафи дал ему бой. И это все более-менее было на равной. Я верю в то, что Чафи все-таки даст ему бой. С какими весами надо работать? Дэйв Чафи, чтобы составить конкуренцию Ливану Селинашвили? Я уверен, что он с этими весами работает. Потому что я помню, как я с ним боролся. Какие у меня были показатели. Я понимаю, что там глыба. Я понимаю, что если он эту форму наберет, то будет Ливану непросто. Интересной стала заруба в инстаграме двух соперников финала ТОП-8-2019. Виталия Лалитина и Ливана Селинашвили. Вы только посмотрите, как они упорно работают со штангой 80 килограмм. Напишите в комментариях, кто работает со штангой эффективнее. Ливан или Виталий? Если же мы абстрагируемся от силы двух мастодонтов армрестлинга и фокусируемся на их технике, то здесь нам предстоит очень интересный поединок. С Денисом будет бороться человек, который по антрометрическим данным своей руки превосходит всех топовых профессионалов на сегодня. Если мы посмотрим на руку Ливана и Дениса вместе, то увидим, что один и другой обладает внушительными объемами кисти и ладони в целом. Что еще интереснее? Так это впечатление того, что рука Ливана это та же рука Дениса, только с апгрейдом. Пальцы немного длиннее, что улучшает цепкость на захвате и даже толщина кисти малость шире. Но зрители отмечают, что Денис выглядит жестче и суше. Или как вы считаете? Если абстрагироваться от силы и именно вот чисто технически, что тебе следует опасаться от Ливана и Сагинашвили? Какого именно технического действия? Нет, на него масса тяжелая. Он сильный. Свою массу вкладывает вот этот весь хрюк. Конечно, там уже наруска, наруска, не 130 кг, как там чаще, там или пушкаря, а там 160, да? Уже не терпится их двух увидеть на пике форме за пару дней до начала поединка. Вот тогда мы сможем детально изучить антропометрию их рук. Все мы знаем, как Денис Цеплинков умеет преобразиться за несколько месяцев до цели. Как бы ни было, профессиональная лига армрестлинга надеется на вашу поддержку. Даже в столь сложную ситуацию команда пытается держаться на плаву. Наша задача – организовать декабрьскую вендету и поединки десятилетия. Денис Цеплинков против Ливана Сагинашвили. Также мы работаем над поединком Девон Ларат и Виталий Лалитин. Денис, скажи, как ты считаешь, Девон Ларат или Виталий Лалитин? Я думаю, Виталий 70% не надо. 30% с Ларой. А почему ты так считаешь? Ну, я как бы пробовал бороться с Ларой. Ну, с Виталием стоял на столу. Но опять же, в разные моменты все это было, конечно. Поэтому так вот отдаю. То есть я с Виталийом так, по сути, хорошо-то стоял. Это уже предоперация, понимаешь? А с Ларой там боролся. Второе, мне кажется, для Ларо, Виталий, в первую очередь, неудобный соперник. А как ты думаешь, кто сильнее из них? Пиши в комментариях. Дорогие друзья, поединок Девон Ларат Виталий Лалитин – это только наша мечта. Ибо на сегодняшний день Девон имеет действующий контракт с ВАЛ. Если этот контракт изменится, то в будущем можем начать договариваться с ребятами об этом поединке. Анонсировать ряд грядущих поединков мы будем постепенно. Так что поддержите нас жирным лайком и подпиской на канал. А кто по каким причинам не сможет посетить события юбилейного золотого тура и звездной вендеты, спешите приобрести доступ к онлайн-трансляции. Все полезные для вас ссылки находятся в описании ролика. Лайк за парней и следите за новостями на Arbex TV. До скорых встреч! Не забывайте, что лучшее оборудование для брестлинга уже в наличии. Есть ручки под любой хват, маленькой, средней и большой руки.